Закладные доски на кормовой секции судна – давняя морская традиция. Она, по сути, дает старт всему строительству. Эти два рыболовецких траулера должны быть готовы уже через полтора года и станут одними из первых в строю новобранцев гражданского флота. В ближайшие пять лет будет построено порядка 50 судов в России, как минимум. Это суда, которые привязаны к инвестиционным обязательствам, флотам, а сверх этого возможно строительство еще дополнительного количества судов уже самостоятельно. На заводе в Отрадном в ближайшие годы должны построить четыре траулера. Их уже ждут в Мурманске. В Ленинградской же области не забывают и о восполнении популяции рыб. В Ладожское озеро накануне отправили две тысячи особей палии. Рыба из семейства лососевых сейчас находится на грани вымирания. На своем наличном опыте могу сказать, что где-то полтора-два года назад я ездил на естественный ее нерест. Ну, практически нет. То есть из километрового порядка сетей попадаются штуки две-три. Все дело, говорит Александр Масеев, в промысловиках палию некогда самую популярную рыбу Ладоги со временем просто выловили. Свой вклад внесли, конечно, и обычные рыбаки. По словам замминистра сельского хозяйства Ильи Шестакова, именно с ними нужно активнее работать сотрудникам рыбнадзора. Мне очень кажется, что больше надо вести нам в том числе, конечно, и разъяснительные работы, потому что зачастую просто люди, ну, не знают правила рыболовства, не всегда, как бы, понимают, что они делают. Я считаю, что действительно такая разъяснительная работа среди рыбаков-любителей должна быть поставлена на более, наверное, широкую ногу. Палию выпустил в Ладогу и бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков. Так, отметил спортсмен, он провел работу над ошибками. В июле в социальных сетях Кержаков опубликовал фото с лососем на фоне Онежского озера. Вот только ловля этой рыбы оказалась запрещена. Футболист признался, что не знал о таких тонкостях и решил исправить ситуацию. К сожалению, стал заложником ситуации неприятной для меня, но всячески исправляюсь, в том числе и сегодня. И я рад, что меня пригласили сегодня поучаствовать в таком замечательном мероприятии. В прошлом году в Ладогу выпустили больше 200 тысяч особей палии. По словам специалистов, если продолжать такими же темпами, то популяция этой рыбы восстановится уже через несколько лет. Михаил Дубков, Артем Поттер, Георгий Фоменко, Алексей Хренов и Роман Великосельский. Вести, Ленинградская область.